Для того, чтобы любая чрезвычайная ситуация не застала врасплох представителей всех задействованных в ликвидации ее последствий служб, нужно быть в состоянии высокой готовности. А чтобы добиться этого, не обойтись без тренировок, приближенных к реальным действиям. Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края совместно с силами Главного управления МЧС России провело командно-штабные учения с развертыванием подвижного пункта управления и привлечением сил и средств единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Основной целью была проверка готовности системы управления территориальной подсистемой к выполнению самых серьезных задач. По замыслу учений, в результате сильного дождя и оползня сошли с рельсов и опрокинулись железнодорожные цистерны, перевозившие дизельное топливо. В процессе опрокидывания произошло столкновение цистерн с вагоном пассажирского поезда. Последний пассажирский вагон перевернулся. Пострадали люди. На заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций была дана правильная оценка происшедшему. На все вопросы представители аварийно-спасательных формирований и всех других привлеченных служб отвечали четко и по существу, объясняя, как будут действовать по спасению людей. На аэродроме недалеко от Славянска на Кубани организовали передвижной пункт управления – лагерь мобильной экстренной группы, в которую вошли не только сотрудники МЧС и медики, но также представители краевой администрации, психологи, специалисты радиохимзащиты и другие. Глава Славянского района Роман Сенеговский вместе с представителями руководства МЧС осмотрели представленные различные виды техники и оснащения для ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. В составе поисково-спасательной службы района имеется водолазная станция, 5 водолазов-спасательных, плюс ко всему. Учитывая, что на территории района это 70% воды. Две реки, 45 километров по бережью Азовского моря, и практически вся территория – это лиманы, рисовые чехии. В ходе мероприятия пожарным, спасателям, специалистам задавали вопросы и получали на них подробные ответы. В числе 15 славянских команд была готова к действиям в чрезвычайных условиях и команда по ремонту и восстановлению электрических сетей. Дополнительный повод проверить себя на качество своей работы, проверить слабые стороны. Но надеемся, что слабых сторон как можно меньше. Долгие годы эксплуатации, постоянная учеба в нашем обществе дает повод надеяться на хороший результат данных учений. На заседании оперативного штаба под председательством министра ГОЧС Краснодарского края Сергея Штрикова в полевых условиях были приняты решения по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций на железной дороге и частичного подтопления и нарушения жизнеобеспечения пяти населенных пунктов из-за обильных ливней. Частично нарушено газо-водо-электроснабжение. Под отключение энергоснабжения попало три населенных пункта. Учитывая сложившуюся обстановку, нам необходимо выработать комплекс мероприятий по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации. Предлагаю перейти к заслушиванию ответственных выложных лиц из зоны чрезвычайной ситуации. Глава Славянского района Роман Синеговский рассказал о принимаемых в муниципалитете мерах по предупреждению ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Были рассмотрены угрозы возникновения паводков, поставлены задачи органов управления силам и организациям по смягчению риска, реагированию на чрезвычайные ситуации и выполнению кривитных мероприятий по защите населения объекта инфраструктуры на чрезвычайной ситуации. Разработан план и утвержден мероприятий по безаварийному пропуску паводков в 2020 году. После определения алгоритма действий участники учений приступили к практической отработке заданий. Самым ярким и даже захватывающим действием стало тушение цистерны с дистопливом, в ходе которого применялась современнейшая техника. На всех произвело большое впечатление, как мастерски, работая в специальном снаряжении, в непростых условиях действовали пожарные. Условно пострадавших спасатели транспортировали к машинам скорой помощи. Спасательные работы также были организованы на городском пляже. Здесь отрабатывались самые разные навыки, в том числе спасение из воды, транспортировка через реку и другие. Участники учений действовали быстро и очень слаженно. Такие операции для них не в новинку. В их действиях сказывался наработанный опыт. В любом случае, при необходимости, они смогут применить знания и наработки в реальных действиях. Отлично была организована работа и на стационарном пункте временного размещения эвакуированного населения, расположенном на территории 5-й средней школы. Этот пункт вполне был готов принять эвакуированных, разместить их и оказать помощь. Были созданы, я считаю, все условия. Две комнаты, где были размещены у нас кровати со всеми принадлежностями, где бы это комнаты отдыха. Была создана комната матери и ребенка, где также были созданы все условия на случай, если прибудут какие-то семьи с детьми от 1 до 3 лет. Для того, чтобы быть во всеоружии, при необходимости противостоять возможным чрезвычайным ситуациям, нужно иметь соответствующие органы управления силы и средства. Все это есть и в крае, и в нашем муниципалитете. Учения это убедительно продемонстрировали. С величайшей ответственностью, самоотверженностью, если даже можно сказать. Представили достойно. Комиссия осталась довольна. Кроме того, что был смотр сил и средств, была проверена наша единая дежурно-диспетчерская служба. И вот были высказаны самые добрые слова в адрес состояния развития дальнейшего. Тренировались славянские и кубанские спасатели совместно с коллегами из Москвы и под контролем головного ведомства. Как отметил министр гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков, учения позволили улучшить взаимодействие сил и средств, которые работают на территории Кубани. Ведь главное, чтобы жители всех районов края и гости чувствовали себя в безопасности. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События». Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».